В редакцию нашего телеканала уже обращались жильцы одной из тверских пятиэтажек на бульваре Цаново. Люди жаловались на текущие крыши и трубы, отчего им приходится думать о новом ремонте и даже опасаться короткого замыкания. Спустя два с лишним месяца ситуация не сильно изменилась. Мы уже снимали эту пятиэтажку в декабре минувшего года. Тогда жители жаловались на то, что из-за протекающей крыши вода струится по стенам, а самое главное прямо по проводке, счетчикам и автоматам, что грозит коротким замыканием. С тех пор что-то удалось исправить, но не все. 5 числа у нас началась, когда отепель, мы утром встали, тут была лужа воды, мы подставили тазы. Вчера, видите, я всю ночь не спал, 2 часа меньше, потому что мороз был. Опять тазик и опять тоже самая история, как в тот раз. Единственное, что не стало по щиткам литься, теперь по трубе одной льется. В итоге Сергей Гусев увернул светильники, чтобы просыхал его надежной потолок, который уже заливало. В итоге за ремонт пришлось заплатить 3,5 тысячи рублей. Теперь Сергей Владимирович прикидывает, во сколько ему может обойтись переклейка обоев и ремонт пола, поскольку вода продолжает течь по этой трубе. Как нам рассказала по телефону новая председатель правления ТСЖ, решить вопрос у компании-подрядчика быстро не получилось. Там дело в трубе. И сейчас погодные условия не позволяют. Там дело в трубе, в стояке в самом. После праздников они, в общем, все обсудят и примут меры. Что касается погодных условий, то, по словам Марины Пушкиной, в идеале это, чтобы снег на крыше растаял полностью. Ну или как минимум, чтобы не пошел новый. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в регионе снегопады пройдут еще не раз. А значит, с тазиками и тряпками Сергею Гусеву, да и другим жильцам предстоит посидеть еще не один день.